О том, что ваше тело это отражение вашего отношения к себе, в принципе, говорят со всех сторон. То есть то, как вы к себе относитесь, определяет ваш мышечный тонус, положение позвонков, про которое я так много говорю. Зажаты у вас нервы или импульсы, или текут по ним свободно, активны у вас кровоснабжения, или опять же ограничены. И жизненная сила, такое, ну, китайской медициной понятие, которое для нас, допустим, материалистов, проявляется в первую очередь в токе крови и циркуляции нервных импульсов. Жизненная сила, она очень, скажем так, ограничена. То есть ее не бесконечное количество, и распоряжаться ей нужно разумно. Бытовая ситуация. Пришли на правку, позвонки поставили, все круто, все классно, легкость, там жизнь прет, слетел позвонок. Опять все плохо, опять боль, опять что-то не получается. И так может повторяться большое количество раз. Так вот, первое, что нужно понять, что от вашего эмоционального фона зависит ваше тело. Сложные материи пока не будем обсуждать. То есть, насколько вы спокойны после правки, насколько вы спокойно и уравновешенно выполняете упражнения, настолько же у вас ровная осанка, причем вы не вкладываете усилия, вам просто хочется. И настолько у вас, в принципе, все получается. То есть, потери состояния идут через эмоции. Это самая большая просто дыра, это вообще огромная воронка. Девушка, красавица, пришла, сделали ей шею, кровоток попер, губы там, волосы, ногти, все что нужно растет, все у нее круто, все у нее классно. Ну вот, пообщалась она с каким-нибудь или с какой-нибудь негативщицей, и все, на шее спазм, позвонок слетел, весь позитив на паузе или вообще потерян. То же самое, в принципе, бывает и с мужчинами, но женщина все-таки чуть более эмоциональна. Так вот, эмоциональный фон должен быть стабилен, так как спина должна быть вертикальна, вот, если смотреть спереди. Также эмоциональный фон у вас должен быть фоновым, то есть, незаметным. То есть, вы можете переживать любые эмоции, но они должны быть как волна, то есть, волна прошла и все, и море успокоилось. Если же мужчина и женщина живут в состоянии постоянной эмоциональной качки, там плюс, там минус, там здорово, там плохо, там плакать, там смеяться, но вот постоянно прям так. Ну, не будет у нее нормальной спины, и о здоровье, в общем-то, задуматься придется. Не сейчас, так потом тело заставит, через боль, естественно. Схема какая? Мышцы, которые идут вдоль позвоночника, то есть, вот эти вот самые разгибатели, начиная от затылка, от шеи и дальше до крестца, и сам крестец. Они от эмоций зависят вообще напрямую. Вот если вас кто-нибудь когда-нибудь злил, то вы, наверное, замечали, что идет реакция какая? Спина деревенеет, плечи раскрываются, шея вообще просто не продавить, и ручки так автоматически сжимаются в кулаки. Так вот, вот этот вот эмоциональный механизм, он безусловный, вы им не управляете. Да, вы можете пытаться это как-то сверху, вот от ума там контролировать, там успокойся, успокойся, но подкорка реагирует именно так. У вас кто-то гневает, и все, у вас уже готовность. Ну, надо ли объяснять, что мышечный спазм не всегда бывает симметричным, развивается быстро, резко, и если не свернет на бок, так просто впечатает позвонки, опять же блокировка. Опять, ну чем мы вообще занимаемся? То же самое при унынии, например, только там уже обратная реакция, там голова так вот опускается, все, плечи свалились, ладошки потные, ручки мягкие. Сброс мышечного тонуса и просто от вот такого вот, допустим, поясницы от сгибания слетает вообще на раз. Поясница вообще не может, вот кроме вот такой вот позиции, быть стабильной. Вот чуть склонился, все кранты. Шея, кстати, тоже. То есть, если вот так вот совсем очень коротко и сразу, то от эмоций мышечный тонус зависит почти что полностью, от мышечного тонуса зависит позвоночник, ну и дальше уже по цепочке. Вот, очень коротко. И что с этим делать? Ну, что с этим делать? Заниматься. То есть, вот вы выполняете упражнение, вам нужно понимать, что ваша задача не просто выровнять тело, ваша задача еще выровнять эмоциональный фон. Кстати, техники, как, например, вибрационный самомассаж, тоже видео есть, они и эмоциональный фон равняют тоже. То есть, связь-то, она двусторонняя, не все так печально. Не только тело зависит от эмоций, но и эмоций зависит от тела. Вот вы себя вот размяли, допустим, там будет показано как, и понимаете, что вам не просто телесно лучше, у вас кровь побежала, у вас еще и настроение поднялось. И если оно не поднялось, нам не нужен сильный позитив, оно подравнялось. То есть, вам легче, вам спокойнее как-то, увереннее, стабильнее. То же самое, в принципе, если вы замечали, развиваться при ходьбе, вот начинаешь ходить, вот вообще все, не могу, сейчас умру. Через 20 минут, да что, да ладно, господи, это порешаю, это порешаю, это можно плюнуть, это можно решить потом, там помочь кто-нибудь. И раз, вопрос это разруливается в голове, какие бы они ни были. Вы гоняете кровь по организму, вы выравниваете мышечный тонус, и на эмоции это действует успокаивающе. Нужно просто понимать, что это одна из целей, уравнять эмоции. Вы можете, стремясь к равновесию, переживать любые, ну есть поводы там плакать или смеяться, есть. Ну, говорю, волна прошла, и выдохнули, и вроде бы и успокаиваться пора. Субтитры сделал DimaTorzok